Итак, продолжаем нашу работу. Я сохраню свое добро. Давайте все-таки я говорю, что проект может зависнуть, если вы начнете копировать какие-то элементы, а не их рисовать. Давайте все-таки попробуем это сделать. Потому что, потому что, потому что. Так, вот. Раз. Два. Надеюсь, они все ровно стоят. Так, три. И четыре. Вау! Давайте. У нас исчезла одна штуковина, ну ладно. Я поставил на место. Итак. У нас есть циферблат, палочки. Вот эта палочка, мы ее тоже скопируем несколько раз. Ой. Ну где-то так. Ну типа это у нас переговорное устройство. Ну и еще одно. А вот этих штук я хотел тоже сделать несколько. И болтов я хотел сделать несколько. О, как раз попал на нее. Вот такое. Ну какой-то у нас совершенно... Я делаю без референсов, поэтому у нас очень аморфный... Аморфная модель управления какая-то непонятная. Давайте сюда поставим болт. Сюда поставим. Тут уже не хватает места. Ну видите, опять не особо рассчитал место, но... Вроде бы ничего страшного. Так, ну что еще? А, еще можно сделать такой небольшой прикол. Что-то написать. Допустим, корпорация... Не знаю, можно написать shift-in-corporated. Давайте так и сделаем. Или там... Shift-in-le... Так, 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 так. Lesson by shift-in. Так, мы это выделим. Сделаем жирным шрифтом. Выберем какой-то другой шрифт. Более... Более-менее. Какой-нибудь... Вот такой вот. И... Переведем его в normal. Удивительно, но... Да, сделаем ему вдавливание. Сделаем сайс не такой большой. И, наверное, изменим... Изменим, изменим... Режим скругления. Что-то не один режим. Ну, давайте оставим такой. И опять же сделаем сайс поменьше. Или он будет слишком выдающийся. Ну, давайте сайс один тогда. Softness на минимум. Нет, не нравится мне это. Ну, вот этот, мне кажется, лучше. Или... Или вот этот. Или вот этот. Или вот этот. Давайте вот этот. А... Тогда... Тогда давайте удалим его к чертям. И напишем заново. Shift-е. Lesson by Shift-е. Не важно. Что мы пишем. Важно как. Так. Все. Раз. О май гад. Видите, почему он стал таким нормам? Потому что его папка вышла за мейджи поле. Как кажуть, у нас на Украине. Так. Переделаем. Ну, короче. Ладно. Давайте так. Будет что-то написано. Точно так же я хочу сделать с этим цифрами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давайте сделаем так. 1. 1. И он будет 70 пикселей. Вот такой. 1. А что если сделать вот так вот? 1. 1. А, л, слои, слои. 1. 1. 1. 1. нет ну короче давайте не будем делать но все понимать что здесь можно выдавить цифру это будет кошерно а здесь будет кнопка а что еще можно делать давайте все таки все приемы расскажу можно взять так сказать так сказать что же можно взять создать new лэйр а вот не лэйр посмотреть ну допустим вот так вот вот такой ширины мы хочу сделать кисточку взять наш любимую ну не нашу допустим сделать вот так вот нажать выполнить обводку у нас делается так выполнить обводку и обводку не карандашом а кистью у нас есть тарам у нас вот такой вот нормал но такой нормал нам не нужен в общем все нормалом я перестал вас мучить получается вот такой нормал следующий урок будет о том на цилиндре допустим представляете приходите в какой-то контейнер там с бомбой а тут именно такой передатчик чтобы бомбу разминировать нужно вести код также можно менять и environment ну такой неплохой вьювер кстати так его спрячем и так что мы делаем мы закрываем этот прелестный инструмент иначе мы начинаем работать с нашим нормалом чтобы начинать его текстурить нам нужно избавиться от лишних вещей часто я создавал пустые лейеры вот допустим кнопки раз два три четыре пять шесть семь восемь девять это все это все мы замерджем наверное в один слой объединить слои если мы выделим они тоже выделятся давайте тогда поверх папки нормал я создам папку color и допустим то что я выделил сейчас я покрашу в этом слое красный цвет странно конечно но как интересно а почему видите вот здесь вот как я говорю произошел глюк он почему то не хочет выделять но мы его заставим через alt подождите ну да вот тарата 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 вы спросите боже мой что он делает он таким ярким светом затекстурил текстуру ну я сейчас не делаю текстуры я создаю карту цветов по которым программа будет ориентироваться что ей красить и как вы просто смотрите за этим давайте на новым на этом или на новом слое я предпочитаю на новом сделаем допустим вот эту обводку другим цветом сначала нужно элементарно найти здесь наверняка она где-то в начале это пустой layer это тоже а это она то есть это можно удалить нажимаем нажимаем выделить нет merge тоже давайте объединим эту папку выделим и здесь мы покрасим ее ярко зеленый лучше делать яркие цвета чтобы потом программе было проще понимать хотя мне кажется она берет числовое значение там покрасить во что угодно неважно так что у нас еще основа основа основ у нас будет каким же цветом она у нас будет ну давайте 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 да мы все можем покрасить в желтый потому что у нас основа вся давайте вот здесь вот покрасим все желтый и только ой так на новом слое желтый и только вот эту область это у нас если помните стена напротив мы покрасим в оранжевый вот такой вот о май гад так вот такой вот тем более у нас получился желтый желтый это сверху так что еще это у нас понятно циферблат мы конечно можем выделить так но вы понимаете что у нас здесь останется проем надо точно выделить по контурам так вот эти вот штуки тоже будет отдельного цвета мы их объединяем выделяем и тоже покрасим другим цветом другим цветом на новом слое давайте это будет давайте это будет черный цвет почему нет вот покрасим ищем монитор так ага вот что еще интересно раз два три четыре пять шесть это болтики все болтиков нету простой слой включаю и объединяю болтики у нас будут белым цветом давайте давайте создадим лейер и замажем белым я здесь заливая заливки не видно но если я включу то есть белым мы увидим что я перепутал цвет а хотя так давайте уже просто покрасим белым отлично вот такая у нас пока карта получается что мы еще здесь мы все еще ищем экран это вот так это пластмассовая давайте она будет пластмассовая поэтому ее тоже отдельно объединить группу выделить на новый слой и покрасим это нет не белым а каким то может быть цвета кончается вот отключим color и дальше продолжаем вот у нас долгожданный монитор объединяем слои чтобы можем и монитор будет ну вот таким вот цветом как салатовый или какой то даже не знаю вот такой вот и того мы затекстурили так ну что все что нам нужно так я отключу это мы нормал теперь осталось понять как выключить вот эту сетку которую положил потому что я даже забыл где она находится это все есть это все тоже есть вот вот она зловещая и так нажимаем нормал экспортим нормал окей хорошо даже нормал ну ну это я так обозначаю и дальше мы отключаем нормал включаем карту цветов и пишем что эта карта будет называться color color qs все сохранили отлично в следующем уроке мы займемся текстурированием и так до третьей части ребята